В обсуждении принял участие губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв. Одной из главных тем совета стало развитие краеведческого направления. Поспособствовать этому могут туристические маршруты. Появиться они должны в каждом регионе страны, поручил президент. Люди должны знать историю своей большой и малой родины. Как отметил Путин, в каждом городе необходимы реальные проекты развития музеев и познавательного туризма. Это задача как федеральных, так и региональных властей. Сейчас очень востребовано такое направление, как краеведение. Здесь много содержательных, ярких проектов. Их, безусловно, нужно поддержать. Так же, как и стремление граждан принимать участие в этнографических, археологических экспедициях, в работе по сохранению объектов культурного наследия. Уважение к культуре нередко начинается со знакомства с историей и традициями той местности, того края, где живет человек. Считаю, что каждому региону было бы полезно составить своеобразный культурный пакет, включающий, к примеру, определенные туристические маршруты, посещение школьниками и студентами конкретных музеев, театров и так далее. Таких комплексных туристических маршрутов может быть, конечно, намного больше. Кстати, на Кубани подобные туристические маршруты уже есть. В крае сегодня регулярно организовывают экскурсии по городам-курортам, памятникам природы. Особой популярностью среди гостей и жителей региона пользуется этнографический комплекс «Атамань». Самая настоящая казачья станица с доподлинно воспроизведенными легендами и традициями расположилась на побережье Азовского моря. Сегодня это один из крупнейших музеев России под открытым небом. Кроме того, изучать историю своей малой родины в регионе начинают еще с младших классов. Вот уже 11 лет во всех школах края ведут уроки кубановедения. В целом, те краевые программы, которые существуют сегодня, они как раз нацелены для того, чтобы формировать молодого человека, основываясь на исторические ценности, культурные ценности в современном мире. Хочу обратить внимание, что мы, наверное, впервые в стране вели уроки кубановедения. Это то, что позволяет нам лучше узнать историю своего края. Своей родной станицы, поселка. И с этого, собственно, президент сказал, начинается большая родина, большая Россия. Также, по словам Александра Ткачева, в школьную программу включены посещения музеев и выставочных залов. Ежегодно в них проводят более 57 тысяч экскурсий и порядка 5 тысяч лекций. На поддержку музеев в год культуры из краевой казны было выделено 220 миллионов рублей. В целом же на развитие культурной сферы регион потратил более 12 миллиардов рублей. Одной из приоритетных задач стало увеличение зарплаты сотрудникам отрасли. По этому показателю в ЮФО Кубань занимает лидирующее место. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.